Слава Иисусу Христу! Присутствие Бога, присутствие живого Бога. Как часто мы переживаем Его в своей жизни? Как часто переживаем мы Его, приходя сюда, в церковь? Что это вообще такое прийти и находиться в присутствии Бога? Того, кто создал всю Вселенную, все галактики, планеты. И тот, кто не пожалел Сына Своего. Как это вообще быть и находиться в присутствии живого Бога? Возможно, присутствие Бога для кого-то – это полное отсутствие. Возможно, кто-то пришел сюда, и вы уже забыли, как это, переживать Бога в своем сердце. Что это такое вообще? То я уверяю вас, что присутствие Бога здесь, на этом месте, оно очевидно. И если мы откроем свои сердца, то мы обязательно переживем его сегодня здесь. Бог очень сильно желает говорить каждому из нас, потому что Он знает каждого из нас еще до того, как все было сотворено. И как это находиться в присутствии Божьем? Те моменты, когда мы находимся в присутствии Божьем, мы – это невозможно остаться прежним. Когда ты переживаешь присутствие Божье в своем сердце, ты меняешься. И после того, когда Бог касается твоего сердца, ты становишься немного другим. Ты изменяешься. Ты становишься лучшим. Божий мир может наполнять твое сердце, если ты нуждаешься в этом мире. Божье благословение может приходить, утешение. Ты становишься другим. Иногда ты просто становишься сокрушенный, и Бог сокрушает тебя. И ты понимаешь, что ты уже не такой. Ты понимаешь, что ты становишься похожим немного на Него. И Библия говорит нам в Коринфянам, что открытым лицом, как в зеркале, мы взираем на славу Божью. Но как это? Глядя в зеркале, мы видим славу Божью. Когда мы глядим в зеркало, мы видим себя. Но там говорится, что когда открытым лицом мы взираем в зеркало и взираем как славу Божью, это означает то, что мы становимся таким, как Он. Это означает то, что со дня на день мы преображаемся в Его образ. И это преображение не способен сделать никто. Ни одна организация на планете Земля, никто. Никакие психологи, никакие другие мастера, учителя. Это может сделать только живой Бог Духом Своим Святым. Слава Ему за это. И две тысячи лет это происходит с людьми. И это юродство проповеди. Знаете, Библия говорит, что юродством проповеди Богу угодно было спасти верующих, тех, кто верует. Юродство – это безумие. Это слова, которые кажутся какими-то непопулярными. Люди, которые окружают нас, и, возможно, мы свидетельствуем и говорим им об этой славе Божьей. И они глядят на нас, и они думают, ну... Вы знаете, один мой давний друг, когда услышал слова Евангелия из моих уст, он никогда в жизни был. Он, к сожалению, так и умер в тюрьме. Но он сказал, что только из-за того, что я слышу это от тебя, я приду сюда. Он пришел сюда, знаете, и это юродство проповеди. В этом не было ничего что-то такого. Это слова, которые дает Бог через Слово Свое. Я скажу словами Николая Губелева, но забыли мы, что осиянно только Слово средь земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что Слово – это Бог. Мы Ему поставили пределом скудные пределы естества. Но как пчелы в улье пустелом, дурно пахнут мертвые слова. Но разве Евангелие Иисуса Христа может быть мертвым? Нет, потому что две тысячи лет назад оно производит и меняет людей. Оно производит и меняет наше общество. Оно производит и меняет наши семьи. Евангелие Иисуса Христа способны действовать на наше государство, на нашу страну. Никакие политические реформы не способны изменить что-либо в обществе, как Слово Божье и реформы живого Бога. И знаете, хотелось бы перед нашей молитвой несколько таких мыслей донести до нас, до себя и до вас. Величие Бога. Задумывались мы когда-нибудь об Его величии? Об Его любви? И Он всемогущий, вездесущий. Нету места, где нету Бога. И если ты всемогущий, вездесущий, всеведающий Господь Бог, и ты есть любовь, то и наибольшее проявление силы – это есть любовь. Не контроль. Любовь. Многим необходимо научиться этому в отношении, потому что любовь – это потеря контроля. И Бог, как я уже говорил в начале, сотворивший небо и землю, Бог, который знал каждого из здесь присутствующих до начала сотворения, Он сотворил каждого из нас и вложил свой образ в нас. Бог знал, что мы будем есть от дерева. Бог знал, что мы будем приносить Ему раны. Бог знал о том, что мы разобьем Его сердце. Бог знал о том, что мы предадим Его. Но Он все равно сотворил нас. И Он не мог не сотворить нас. Потому что нам не дано было бы шанса попробовать любить Его. И в этом есть великий риск. Потому что Бог вложил в каждого из нас свободную волю. И в этом есть огромный риск, что мы можем избрать не любить Его. Но Бог имеет характерную слабость. И многие здесь присутствующих, возможно, могли бы возразить этому. Но Бог не полон просто, будучи Богом. Сотворяя нас, Бог, который есть любовь, Он вложил в нас тот же изъян, ту же слабость. И мы так же само нуждаемся в том, чтобы быть любимыми. Так же само, как и Бог не полон без вас. Он так же само нуждается в том, чтобы вы однажды на служении, возможно, подняли руки к небу. Возможно, возвели свои очи к Нему. И сказали о том, как вы любите Его. И сказали о том, как вы желаете войти в Его присутствие. Он так же нуждается в этом. Это и есть поклонение. Мы говорим Богу о том, что Он уже знает. Это и есть поклонение. Бог знает, что Он великий, вездесущий, всемогущий. Но согласитесь, здорово это услышать еще от кого-то. Бог мог бы заставить меня любить Его, но тогда Он бы забрал у меня свободную волю. А если бы Он забрал у меня свободную волю, тогда Он забрал бы свой образ. А если бы Он забрал от меня свой образ, то я ничем бы не отличался от ангелов, херавимов и серафимов. Я был бы как робот. Но Бог дает нам возможность. И перелистывая всю свою предыдущую жизнь и взвешивая на весах, я могу сказать одно. Но Он лучше, я хочу выбрать Его, потому что Бог добрее, чем все то, что мы, возможно, можем видеть, окружает этот мир. Человечеству порой так сложно понять это и сложно принять своего Творца, который так желает прийти к людям и донести им свою любовь. И затем Бог идет таким путем, что, зная, что мы будем Его огорчать, что мы будем ранить Его, что мы предадим Его, Он все равно, несмотря на это, пытается завести взаимоотношения между людьми. Он не оставляет людей. Он хочет быть рядом с нами. Он хочет всегда иметь общение с людьми. Таким образом, после того, как человек согрешил, были даны жертвы. И впервые, когда Бог обратился к Аврааму и сказал ему взять своего сына и отвезти на гору и там принести его в жертву, то самое удивительное в этой истории, что не только из-за этого Авраам был назван отцом веры для всех нас. Почему? Потому что все общество того времени приносило в жертвы детей и людей. Если вы углубитесь в историю, все общество, все люди того времени приносили в жертву детей. Ваалом, Астарте, Дагону. Это было абсолютно нормальное явление. Люди того общества приносили в жертву людей, потому что люди хотели сблизиться с Богом. Люди хотели приблизиться к Нему. А это был первый раз, когда сам Бог обратился к человеку и хотел достучаться до его сердца. И Авраам, будучи хорошим человеком, все еще находился под таким влиянием общества, что он не спорил, не возражал Богу, но он взял своего сына и молча пошел на гору для того, чтобы принести его в жертву. Но если вы читаете Библию и помните, то Бог сказал, когда уже Авраам приблизился к ножу и хотел занести его над своим сыном Исааком, Бог сказал, что я сам усмотрю себе жертву. И там в Тернии был агнец, который запутался своими рогами. Бог сказал, что я поступаю не так. Так поступает мертвая религия и те люди. А я сам усмотрю себе жертву. И этот овен, который был запутался там, это был прообраз Иисуса Христа. Он запутался там своими рогами в Тернии. Иисусу Христу был возложен на голову терновый венец. Это прообраз Иисуса, который был там. Затем у них была скиния, затем пришел Моисей, и скиния они приносили жертвы. Они приносили на Пасху одни жертвы, на Суккот другие жертвы, на Йон-Кипур третьи жертвы. Им надо было принести двух баранов, козла и тельца, двух горлиц, хлебные предложения. И они так хорошо научились это делать, что они даже забыли, для чего они это делают. Они так хорошо научились приносить эти жертвы, что они даже забыли, для чего они это делают. И у них были красивые одежды, и у них был величественный храм. Но дошло до того, что они забыли, для чего они это делают. И многие люди так хорошо разговаривают на языках, что уже не нужно толкование. Многие люди так хорошо разговаривают на иных языках, что это уже не Дух Святой, а имитация. И в этот момент они думают о том, как исправить машину или решить какие-то свои вопросы. Мы так хорошо, бывает, научились это делать. И эти жертвы, они должны были служить тому, что Бог хотел сблизиться с людьми. Бог не живодер, ему не нужно за нашу провину убивать какое-то животное. Эта жертва должна была служить, причина этой жертвы должна была служить взаимоотношениями между людьми. Потому что когда-то что-то мы совершаем, кто-то терял жизнь для того, чтобы кому-то необходимо было ее приобрести. Бог пытался сблизиться всегда с человеком. И вы знаете, это величие Бога в том, что Он желается сблизиться с нами. И ведет учет жертвам тот, в жертвах нуждается тот, кто ведет им учет. И это было бы абсолютно нелогично. Приносить своего сына в жертву. У меня есть два сына. Я люблю других людей. И я не знаю, отправил бы я их насмерть за кого-то. Я не знаю. Это не совсем логично. И нигде в Библии вы не найдете, что Бог требует от своего сына идти и заплатить за наши грехи. Но тело ты уготовал мне написано. Иисус сам сказал, я пойду, я сойду. И может быть тогда, когда они увидят меня на кресте, они поймут, для чего были эти жертвы. Они поймут, для чего убивалось такое количество животных. И для чего все это происходило. Может быть тогда, это произведет в них желание поклоняться и служить единому Богу. Это произвело невообразимый эффект. И две тысячи лет, и по сегодняшний день, сила распятого Иисуса Христа производит спасение на нашей земле. Итак, что делать нам? Что делать нам, когда мы становимся настолько обыденными, простыми? И возможно, ну мы так привыкли уже к дому молитвы. Возможно, мы привыкли к служениям. Возможно, мы привыкли к проповедям. Возможно, кто-то в сердце взвешивает. И когда кто-то проповедует и думает, ну это уже мы слышали много раз. Но я хочу напомнить каждому из нас, что это юродство проповеди. И Бог говорит, что нам необходимо переходить из веры в веру. Библия говорит о том, что мы переходим из веры в веру. И там даже не написано из веры в супербольшую веру. Или в суперсильную веру. Но иногда наша вера доходит до такого уровня, до такого этапа, когда мы перестаем ощущать в жизни присутствие нашего Бога. Когда мы перестаем переживать Его голос в нашем сердце. И мы утрачиваем способность видеть Его руку на нашей жизни. Мы сами лишаем себя тех благословений, которые Бог приготовил для нас. И я прочитаю короткое место, которое записано в Деяниях Апостолов. И на примере одного мужа Божьего мы посмотрим, как это произошло с ним. Этого человека звали Саввл Тарсянин. Деяние, глава 9. С 3 стиха написано так. В самом начале этой главы мы знаем о том, что Саввл, еще дыша угрозами, он взял письма у первосвященников, для того, чтобы прийти в синагоги. Он был ярым противником христиан, для того, чтобы прийти в синагоги и хватать, и он даже одобрял убиение верующих людей. И вот когда он шел с 3 стиха, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говоривший ему, Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. «Трудно тебе идти против рожна». Для тех, кто не знает, рожна – это такая, если я не ошибаюсь, это такая палка, которая не позволяет животному куда-то уходить и двигаться, то есть животному трудно куда-то идти. Этого человека осеял свет с неба. Этот человек думал, что он верующий, этот человек думал, что у него все в порядке, он регулярно посещал служение, он думал, что он служит Богу, но в один прекрасный момент Бог таким образом явился к нему, что его свет осветил, что он упал на землю. Бог обратился к нему, что ты гонишь меня. Всякий раз, когда я прихожу сюда для галочки, или просто потому, что надо, или я заставляю себя что-то делать, это означает, что я гоню его. Это означает, что я изгоняю его из своей жизни. Всякий раз, когда я прячусь за ширмой каких-то дел, каких-то важных предприятий, это означает, что я гоню его. Но сам Бог обратился к Павлу и сказал, что ты гонишь меня, Саввел, трудно тебе идти против вражда. Когда наша жизнь движется таким образом, то в самой сути и в самой действительности, мы думая, что мы находимся в правильном положении перед Богом, нам сложно жить, несмотря на то, что, возможно, у нас есть что кушать, есть где жить. И в большей степени сейчас во многом люди привыкли и определять присутствие Божье, то, в чем мы живем, на чем мы ездим, во что мы одеваемся. Но несмотря на то, что, возможно, у нас есть то хорошее, на чем мы можем ездить, и то хорошее, в чем мы можем жить, и неплохо то, во что мы одеваемся, нам все равно будет трудно идти против вражда. Все равно, и Бог всячески будет хотеть остановить нас. И Он делает это из Своей любви. И дальше в 8 стихе написано так. Саввел встал с земли и открытыми глазами никого не видел. И появили Его за руку и привели в Дамаск. И три дня Он не ел и не пил. И три дня Он не видел, и не ел, и не пил. Вы представляете, этот человек встал с открытыми глазами, но ничего не видел. Мы можем жить с открытыми глазами, видеть столько разных вещей, которые нам так необходимы в повседневной жизни. Мы можем сражаться за них, даже спорить с кем-то, даже доказывать кому-то, возможно, своим близким, соседям, друзьям, что нам это так необходимо. Мы кладем столько много сил, энергии и здоровья на разные такие вещи, и мы можем казаться, что мы с открытыми глазами. Но на самом деле наши глаза ничего не видят. И Бог приведет нас к такому моменту, и Бог приведет нас к такому эпизоду жизни, что нам необходимо однажды просто быть слепыми и ослепнуть от этого всего окружающего, то, что может мешать нам входить в его присутствие. Бог может помочь нам иногда таким способом просто перестать видеть и зависеть, возможно, от общественного мнения, от окружающих нас людей, от ихнего мнения, а просто приблизиться настолько, что мы перестанем видеть то, что окружает и так постоянно волнует нас в нашей каждодневной жизни. Иногда нам нужно просто это оставить и ослепнуть по отношению к тому, что окружает нас. Я не говорю, что мы должны ослепнуть навсегда. Да, есть вещи, которые, ну, они необходимы нам в жизни. Но в данной ситуации Павел думал, что он на правильном пути. Павел думал, что в действительности таким образом он служит Богу, но Бог позволил ему ослепнуть, несмотря на то, что глаза его были открыты. Бог может позволить нам ослепнуть, несмотря на то, что глаза наши будут открыты. И это будет благословением для нас. И, возможно, ты сегодня находишься в таких тяжелых обстоятельствах. Возможно, ну, тьма, она окружила тебя. Возможно, нет никаких решений. Возможно, ты чего-то добивался или к чему-то стремился, а это все не получается, не получается и не получается. Возможно, у тебя нету исцеления от какой-то болезни. Тебе нужно необходимо просто ослепнуть. Иногда просто прекрати смотреть на эту болезнь. Прекрати смотреть на эту проблему. Просто закрой глаза и позволь Богу действовать в твоей жизни. Он любит вас. Он любит нас. И Он желает благословлять нас. Я предлагаю, давайте помолимся о том, чтобы, знаете, Бог, давайте мы встанем на наши ноги, о том, чтобы мы были способны испытывать и переживать Его присутствие в своей жизни. О том, чтобы мы понимали Его волю. О том, чтобы, ну, вы знаете, это будет благословением для нас. Я просто убежден в этом. Дорогой Господь, я, как я, так, это будет благословение. Я просто убежала, что я буду испугивать. Продолжение следует...